Ну что, друзья, вот у нас вышел релиз iOS 16.3. Давайте мы же с вами разберемся, какие были нововведения по всем беткам, стоит ли накатывать и как с автономностью. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Друзья, что сначала я хочу сказать. Было всего три беты, первая, вторая и РК. Что у них говорится? Была повышенная стабильность, производительность. Там были какие-то изменения по ключам безопасности. Ну и, в принципе, все. Ничего там такого нового не было. Опять же, это все фиксы, баг-фиксы. Внутри системы что-то пофиксили, ничего важного нет. Поэтому я вам не рекомендую ее устанавливать. По простым причинам на разных устройствах она может себя по-разному вести. У каждого разная нагрузка. Ребят, данная система работает, в принципе, комфортно. Никаких нареканий нету, все быстренько открывается. Никаких фризов нету. Обычная тестовая проверка. Мы можем зайти в раздел аккумулятора. Здесь пролистать вниз. Если никаких фризов нет, значит, их просто нет. Вот и все. Точно так же хранилище iPhone, быстренькая прогрузочка. И точно так же листаем. Это самый обычный простой тест, который проверяется на iOS. Если нету фризов, все, нормально используем. И, в принципе, такое. Но, опять же, обновлять не советую. Зачем? Она, в принципе, того не стоит. Если бы были какие-то супер баги на 16.2, кто сидит, то можно переходить на 16.3. И то нужно пару дней протестить устройство. Первое, что я вам советую сделать, это сделать резервную копию в iCloud или же на вашем устройстве. В подсказке в описании, как это делается, практически ничего сложного, в принципе, нет. Кто, конечно, с этим не знаком. Я вам советую подождать пару дней. Я буду выкидывать тесты все в шорцы или у себя в сообщество канале. Поэтому вы там можете на это обратить внимание. Немножко подождите. Не спешите, чтобы вы потом не писали мне гневные комментарии. Что у вас там что-то с автономностью и так далее, и так далее. Вообще, в принципе, я не советую вам вставить. Почему? Да, в принципе, зачем? Если вы, конечно, на 15 сидите и у вас там интересны плюшки какие-то, которые есть в iCloud 16. Типа там вырезать фото с видео, либо с фоток. Да, это прикольная фишка. Но, чтобы ради этой фишки на это переходить, есть куча приложений, которые могут это заменить. Вот как-то так. Поэтому подписывайтесь на канал. Расшаривайте это видео максимально по всем соцсетям. Обязательно ставьте палец вверх. Прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Обратите полезные ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.